Всем привет! Я Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. За моей спиной наш объект, где мы производим комплексный монтаж кровли. Это видео я хочу посвятить одной очень важной теме, а именно, как отделать лобовую либо фронтонную доску, особенно если она у вас широкая. Чем отделать, как отделать, чтобы это выглядело красиво, эстетично, без всяких саморезов, без бликования металла на солнце и так далее. Есть один очень верный способ, которым пользуются мастера нашей компании. Он очень удобен и хорош в монтаже. Итак, начнем! Субтитры создавал DimaTorzok И вот эти элементы, карнизные планки, вы можете варьировать размеры, как вам угодно, или, как вас попросит заказчик, сделать их по 30 см, по 50 см, по метру, как угодно, и у вас не будет стыков. Вот готовый у нас сегмент, элемент или карнизная планка. Некоторые мастера у нас называют кассета, элемент, карнизная планка и так далее. Здесь, в принципе, ширина вашей лобовой доски. У нас она очень широкая, поэтому просто гладкий металл на саморезы, я уверен, он будет бликовать на солнце. И сразу этот вариант отпадает. И мы здесь делаем монтаж карнизной планки в рейку. И декорировать крепеж и сам лист соединения. В принципе, вот стандартные детали. Если не будет ребра жесткости, тоже металл будет волниться. Поэтому нужно загибать вот эти ребра жесткости. Это очень важно. Почему мастер срезает вот эти вот косыночки, треугольнички так называемые? В принципе, это делать необязательно, но это для удобства, чтобы рейка потом на крыше, на лесах, она беспрепятственно входила сюда. Вот для этого он срезает эти косынки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рейка изготавливается. Вы тоже этот размер можете варьировать, делать ее шире, уже, как вам удобно. Вот эта рейка как раз она декорирует соединение двух карнизных планок. И под ней будет находиться скрытый крепеж. И здесь будет загиб у вас уже за нижнюю кромку. Монтируется очень просто. Для выравнивания плоскости лучше натянуть шнурку. Крепим вверху саморезами. Мы закрепили вверху саморезом. Это жесткое соединение. Но внизу, как видно, еще недостаточное крепление у нас. Соединяем два готовых элемента через кляймер, который будет держать сразу две лобовые планки. С одной стороны и с другой. И крепится одним саморезом. И так получается надежное крепление. После чего мы загоняем готовую рейку. Декорируем соединение двух карнизных планок. Карнизная часть, фронтонная часть, очень широкая. Чтобы сделать красиво, нестандартно. Не бликовал металл. Опять же, вот эти саморезы вездесущие от металлочерепицы. Вот эти шишечки стоят. Стыков не было. Вот это как раз одно из решений. Симпатично, дизайнерски, необычно. Объемные полоски рейки, которые закрывают места крепления. И можно это делать до бесконечности. А вот эти саморезы, что с ними? Да, крепеж, он, конечно, неизбежен в этом месте. Но здесь будет еще у нас боковая планка, которая перекроет до сих пор. Либо карнизная планка. Сейчас я вам покажу. Мы поднимемся на лицо. Здесь мы, видите, оставляем. После нас будет уже отделывать фасад. Делать подшивку свесов. И мы согласовали с исполнителями этих работ, сколько им отступать. Здесь будет имитация бруса. Мы оставляем им 2,5 сантиметра. И в дальнейшем имитация бруса зайдет на эту полку. Угловое соединение можно сделать через одинарный замок. Либо согнуть таким способом угловой элемент, который закрывает, декорирует собой угол. Вот я забрался на леса, где уже готовый полностью участок. И здесь монтирован уже капельник конденсата металлический. Его можно сделать больше, неважно, как попросит заказчик. Здесь еще будет водосточная система. Здесь происходит вентиляция. Посмотрите, какое надежное крепление. Как сидит здесь жестко. И ни одного гвоздя, самореза сверху нет. Возможно, этот способ несколько трудозатратен. И для этого нужно иметь гибочный станок. Ну, наверное. Зато посмотрите результат. Это эстетика. Потому что клиенты бывают разные. Некоторым и так сойдет какие-то стандартные детали. А некоторые хотят, извините, уже требуется повышенное качество. И нестандартный подход. Как раз этот способ лучше всего подойдет для решения ваших задач. И не требуются здесь какие-то супер навыки, жестянщиков. Это сделает практически любой монтажник. Ну вот, мы поделились с вами, как отделываем мы карнизную, лобовую, фронтонную доску. Надеюсь, наше видео вам пригодится. Не забудьте поставить лайк. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok